Здравствуйте, вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами профессионал высокой кулинарии, это мастер-шеф ресторана «Каскад» Панайотис Вуанасис. Здравствуйте. Hello, здравствуйте. Панайотис Вуанасис. Родился и вырос в Греции. С детства Панайотис мечтал путешествовать по миру и потому выбрал профессию, которая дает эту возможность. Имеет богатый опыт работы со средиземноморской, испанской, современной греческой, а также молекулярной и никей кухнями. За годы карьеры побывал в таких странах, как Испания, Шотландия, Италия. А сейчас с удовольствием демонстрирует свое мастерство здесь, во Владивостоке. Профессия шеф-повара и вообще занятие кулинарии требует большой увлеченности, большой страсти. Каким образом это увлечение и в дальнейшем эта профессия возникла в вашей жизни? Вы правы. Я стал шеф-поваром, так как это моя страсть. Уже в пять лет я заявил маме, что буду шефом. На что она ответила, это вряд ли. Потому что в Греции в те годы мужчины чаще всего становились моряками, либо бандитами. Я наблюдал в детстве, как готовят мои мамы и бабушка. И находил это удивительным. Потому что ты создаешь нечто замечательное практически из ничего. Глядя на них, я все больше убеждался, что именно кулинарией я и хочу заниматься. С самого детства я начал готовить. Уже в возрасте 14 лет попал в свой первый ресторан. Там была итальянская кухня. На ней я и освоил первые азы своей профессии. Ну а учиться новому я продолжаю и по сей день. Насколько я понимаю, вы достаточно много уже успели поработать в разных странах. И ваша карьера как повар складывается очень успешно. А как вы сами чувствуете, какие качества, кроме естественно страсти, к этому занятию необходимы, чтобы построить успешную карьеру в этой области? Каждый шеф-повар, с которым мне приходилось работать, давал мне какие-то важные навыки. Мне всегда нравилось перемещаться из страны в страну, потому что это отличный способ узнать культуру и образ жизни других людей. Я думаю, что каждый шеф-повар должен быть готов к тому, чтобы постоянно путешествовать. Ведь именно это дает возможность узнавать новые ингредиенты и новые техники приготовления блюд. Мы должны быть очень восприимчивы. В каждой стране, где я был, я старался изучать кулинарные традиции и то, какое место занимает еда в жизни людей. Это всегда напрямую связано и с историей страны. Например, у нас в Греции есть блюда, которые известны еще с античных времен. И мы до сегодняшнего дня продолжаем их готовить. В Италии и Испании тоже похожая ситуация. А в Шотландии, например, существует хаггис. Это фаршированный бараний желудок. Сегодня это национальное блюдо, а когда-то такая еда появилась просто, чтобы помочь людям выжить. Так что кулинарные традиции очень важны. Если говорить в целом о тенденциях кулинарии, ведь это такая область, в которой время от времени появляются какие-то новые веяния, что-то становится более модным, что-то более востребованным. Как вам сейчас кажется, что сейчас на пике популярности в высокой кулинарии? Знаете, для меня дело не в трендах, а в том, как ты чувствуешь вкус. Всегда интересно комбинировать. Например, от смеси японской и перуанской кухонь возникла кухня Никей. Да, сейчас она стала модной тенденцией, но вкус все равно важнее моды. Кстати, и японская, и перуанская кухня очень древняя, насчитывает порядка 3-4 тысяч лет. Сберечь их наследие – важная задача. Впрочем, и в Греции, и в России тоже есть свои кулинарные традиции, которые в этом нуждаются. И мы должны это делать, это нормально. Если говорить о вашем детстве, о котором вы уже немного рассказали, то, наверное, у каждого человека есть какие-то воспоминания, связанные с любимыми блюдами, с какими-то семейными традициями. Вот в вашем случае вы можете назвать какое-то блюдо, которое напрямую связано с вашей семьей, и которое вы сейчас, являясь профессиональным шеф-поваром, с удовольствием готовите. Мое любимое блюдо, которое я ем всякий раз, когда возвращаюсь в Грецию, – это равильхия. По своей сути, это очень простой суп, в который обязательно добавляется лимон и горох. Простая еда, но именно ее я люблю больше всего. Меня совсем не привлекают сложные и долгие приготовления блюда. Поэтому каждый раз, когда я бываю в Греции, мама готовит мне именно этот суп. Когда вы путешествуете по миру не только по работе, но и как турист, вот в какие заведения вы предпочитаете захотеть и какие кухни или блюда пробовать в других странах? Мне нравятся обычные недорогие рестораны, потому что в них сразу можно понять, хорошую еду предлагает заведение или плохое. Думаю, что такие места средней ценовой категории – оптимальный выбор для любого туриста. К тому же, когда я пробую чужие блюда, то иногда мысленно дополняю их к своими придуманными ингредиентами или разгадываю технику их приготовления. Это забавно. Вы уже сказали, что постоянно совершенствуетесь и буквально каждый день развиваетесь и обучаетесь своей профессии. А что вы считаете высшим уровнем мастерства в кулинарии? Абсолютных профессионалов в нашем деле не бывает. Каждый день мы сталкиваемся с тем, что нам только предстоит узнать. Семья, родители, друзья, кто угодно может подкинуть новые идеи. Поэтому я стараюсь работать как можно лучше, но при этом никогда не перестаю накапливать новые знания. Но только представьте, сколько разных ингредиентов существует в мире. Многие из них нам просто неизвестны. Поэтому каждый день я открываю свои глаза, уши, свой разум тому новому, что приходит в мою жизнь, чтобы завтра быть лучше, чем вчера. Чтобы быть лучше, чем вчера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот вы сейчас сидите напротив меня, и я вижу, что у вас в кармане видно буквально холодное оружие. Какой-то очень удивительный ножик вот здесь у вас находится. Что это такое? Расскажите. Это мой самый главный волшебный нож на всей кухне. С ним можно делать что угодно. И каждый уважающий себя шеф-повар всегда носит такой нож при себе. С его помощью можно чистить, разделывать и резать. Словом, это идеальная вещь с огромными возможностями для применения. Я с ним не расстаюсь. Нередко бывает так, что то, чем человек занимается профессионально, в обычной жизни не вызывает у него такого большого интереса. Вот в случае с шеф-поваром, отличается ваше ощущение, когда вы готовите на рабочем месте и когда вы готовите у себя дома? И любите ли вы это делать дома? Как вы понимаете, находясь на работе, я готовлю целый день напролет. Поэтому, когда я оказываюсь дома, то не хочу даже слышать о еде. И не хочу смотреть в сторону кухни. Но тема кулинарии сопровождает меня и дома. Правда, уже в форме книг и статей, которые я читаю постоянно. В процессе изучения у меня рождается множество разных идей, которые я потом использую в своей работе. Если говорить об обычной жизни, то чаще всего готовкой занимаются женщины. Но что касается высокой кулинарии, то большинство шеф-поваров – это мужчины. Как вам кажется ситуация с тем, что мужчины-шеф-повара преобладают в этой профессии? Она объективна или она меняется с течением времени? То есть женщина-шеф-повар – это нечто удивительное или это уже нормальная история? Это абсолютный стереотип, что хорошие шеф-повара исключительно мужчины. Или что это вообще не женская профессия. Первый шеф-повар, у которого я учился – это женщина. И, должен сказать, она до сих пор остается для меня примером очень грамотного, умелого и мощного профессионализма. Я думаю, женщина может быть очень важным звеном в цепи. Ведь если мы говорим о кухне, то это всегда командная работа. Если нет команды – нет и крепкой цепи, а значит и хорошего результата. С точки зрения командного духа, женщины очень важны. Ведь они от природы наделены способностью оберегать, поддерживать, помогать. И пусть у них нет так много физической силы, зато есть множество идей и отличные навыки. Словом, я обеими руками за женщин-шеф-поваров. Но в завершении беседы я хотел бы сказать следующее. У меня есть множество воспоминаний о тех странах, где я побывал. Там я попробовал огромное количество разных блюд, часть из которых я полюбил, а некоторые с удовольствием взял на вооружение. Я узнал множество интересных ингредиентов, и мне кажется, я умею сочетать их так, чтобы вкус начал звучать по-новому. Поэтому мне нравится проводить мастер-классы для людей, давая им возможность выйти за рамки привычных вкусов в еде. Наш ресторан устраивает такие встречи, и я был бы счастлив видеть на них новых гостей. Я планирую познакомить наших посетителей с тонкостями латиноамериканской и японской кухни. Показать им, что такое молекулярная кухня и насколько она необычна. Словом, всех, кто приедет к нам на мастер-класс, ждет множество новых открытий, приятных сюрпризов и мое самое теплое приветствие. Уверен, с помощью своих блюд я смогу сделать людей чуточку счастливее. Ну что же, я думаю, у вас отлично получится удивить ваших гостей, и, как вы сказали, сделать их немножко счастливее с помощью вашего искусства кулинарии. Спасибо. 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 Спасибо.